Ребятки, всех рад приветствовать на своем канале Тимо Халаев, случайных пользователей и подписавшихся на мой канал. И в этом видео хочу вам рассказать о топ 5 причин, которые разряжает ваш мобильный телефон. Вот если вы эти пункты будете поддерживать, устраните, ваш телефон будет намного дольше держать заряд батареи, он не так будет разряжаться быстро, ну и в принципе вы увидите результат на лицо после того, как вы эти пункты выполните. Итак, давайте начинать. Первый пункт это местоположение нашего, не как телефона, а приложений. Всех, давайте искать его. Местоположение, ищем в поиске, заходим в настройки и просто-напросто пишем местоположение. И у нас, смотрите, мы можем видеть, что вот эти все вот приложения запрашивают местоположение. Это Facebook, Google, OLX, InstaPro, Погода, Новая Почта, Капарт, карты. Они у меня все местоположения запрашивают. Таким образом идет большая нагрузка на телефон, потому что они даже в фоновом режиме ищут, где вы находитесь. Вы их можете вот так раз отключить полностью. Или же, если хотите, по одному заходите на каждое приложение и отключаете. Уже в ручном режиме. Вот разрешение, местоположение и запретить. Нажимаете. И после этого это приложение не будет иметь доступ к вашим настройкам. Таким образом не будет разрешать так телефон. Пользуйтесь этой настройкой, отключайте те приложения. Вот у меня, к примеру, я играю в футбол на телефоне и у меня частенько местоположение. Зачем этому приложению, футболу, по сути, местоположение моего телефона. Я его сразу отключил и все, заряд не так уходит. Следующий пункт, немаловажный, это у нас автояркость на нашем телефоне. Вы все могли замечать, что изначально, когда мы покупаем свой телефон, здесь стоит на максимальных параметрах автояркость. Я всем рекомендую ставить где-то наполовину. Это я вам видео, когда снимаю, делаю, включаю яркий очень экран. А вообще вот так где-то наполовину. Если зайти в настроечки, можно посмотреть, что наибольший затрат на энергия потребления идет именно от экрана нашего мобильного. Потому что все задействованы, все процессы, полностью экран задействован. И разряд идет капитальный. Так что всем советую вот эту именно настройку включать в дело. Следующая настройка немаловажная. Все вы могли ездить в деревню или где-то за город выезжаете и пропадает сеть. Так вот, когда вы там находитесь, сети все равно нету, но телефон продолжает работать. Он ищет активно очень сеть. И после этого, когда он начинает, вот эту запускает постоянно поиск сети, вы можете даже протестировать, где-то выйти за город или выехать и протестировать, насколько хватит вашей батареи. Буквально за 2 часа при 100%, даже 2-3 часа ваш телефон будет в нулю. Потому что идет очень усердный поиск сети. Когда сеть уже найдена, то понятно. А вот, когда сети нету, очень и очень сильно идет поиск. Это сказывается на всех процессорах. Так вот, открывайте верхнюю шторку просто-напросто и включайте режим полета на своем телефоне, когда вы за городом находитесь. После, когда уже приехали, отключайте режим. Это такой вот лайфхак, можно сказать. Следующий пункт – это у нас спящий режим. Спящий режим больше тоже находится, по-моему, в экране. И здесь такой пунктик, как сон. Многие им не пользуются. Вот, к примеру, мои знакомые, у них вообще отключен этот сон. У меня же включен, как вы видите, на пятой минуте. То есть, если кто-то меня отвлек, я там или куда-то побежал в другую комнату, оставил свой телефон, тупо не пользуюсь. Через 5 минут экран полностью гаснет, и телефон переходит в спящий режим. То есть, иными словами, он меньше берет потребность энергии. Кто-то ставит на 15 секунд, сразу же вырубился. На 15 секунд, это смотрите, что-то вы там смотрите, кто-то у вас отвлек, опа, он выключился. Я считаю, нормально будет 5 минут. 2 минуты – это тоже мало. 10-30, на 30 ставьте, то есть минут. После того, как он полежит, телефон, он выключится в сам спящий режим, и не будет батарея вообще разряжаться. Если же у вас его не будет включено, то батарейка очень будет быстро садиться. Всем рекомендую ставить на 5 минутах. И следующий пункт – это у нас синхронизация. Заходим в настройки. Сейчас буду немножко телефон от вас прятать, потому что у меня здесь всё. И опять-таки пишем синхронизация. Это топ-5 уровней, напоминаю. Топ-5 пунктов, которые нужно сделать. Точнее, автосинхронизация данных. Вот он, так выглядит. Заходим сюда, сейчас вас спрячем. Здесь у вас будут все абсолютно данные. И вот в нижнем, в самом низу, автосинхронизация данных. Обновлять данные приложения автоматически. То есть, ваш телефон самостоятельно обновляет ВКонтакте, Вайбер, Ватсап, новую почту, телеграммы, мессенджеры различные, Яндексы, просто Гугл-почту, Фейсбук. Он сам как хочет, так и действует. Если вы вот так вот закроете, отключить автосинхронизацию, расход трафика, энергии будет ниже. Но для получения новых данных придётся синхронизировать аккаунты вручную. Уведомления о наличии обновлений будут отключены. Я нажимаю вот так ОК. Потому что я не хочу, чтобы мне приходили вот эти вот всякие данные. Они мне, по сути, друзья, и не нужны. Я их отключил. Вот так вот. Думаю, это топ-5 вот этих вот плюшек выйдут в топы, действительно. Потому что это всё нужно учитывать, если вы хотите, чтобы ваш телефон держал дольше. А с вами был Тимуха Лайв. Кому понравилось это видео, поддержите мощным своим лайком. Подпишитесь на мой канал и напишите в комментарии, знали какой-то вы пункт из данных или нет. Или какой-то, может, для вас стал новый. Пока-пока. Подпишись, не ленись на канал. До скорой.